На стадионе «Авангард» состоялось открытие площадки для пляжного волейбола. Этому событию были посвящены открытые соревнования на призы РФЯ ЦУНЕФ. За награды боролись 9 мужских и 4 женские команды. На стадионе «Авангард» открыли площадку для пляжного волейбола. Идея зародилась еще в прошлом году, когда пляжный волейбол был включен в Атамиаду госкорпорации «Росатом». Очень не хватало для этого вида такой замечательной оборудованной, современной площадки для пляжного волейбола. Тем более, что у нас очень много участников, которые хотели бы играть в этот вид спорта, которые хотели бы его популяризировать, очень много ветеранов занимается. Было принято решение все-таки уже благоустроить старую, старую существующую площадку для волейбола. И, конечно же, очень не хватало из большого количества людей новой. Ранее на площадке уже провели первенство РФЯ ЦУНЕФ по пляжному волейболу, которое с этого года включено еще и в программу спартакиада работников РФЯ ЦУНЕФ. А официально площадка открылась турниром на призы РФЯ ЦУНЕФ, который был посвящен Дню физкультурника. На открытии присутствовал заместитель генерального директора ОНО «Атомспорт». Я приехал на открытие замечательной этой площадки. Считаю, что такие площадки будут являться подспорьем для занятий физической культурой и спортом. И, несомненно, повысит уровень волейбольной команды по пляжному волейболу. В состязаниях среди мужчин участвовало 9 команд, а среди женщин – 4. Женщины играли по круговой системе. Победитель должен набрать больше очков, чем остальные. У мужчин был плей-офф по системе двойного выбывания. Присутствовали верхняя и нижняя сетка. В случае одного поражения команда попадает в нижнюю сетку и все равно может пробиться в финал. Технологически устройство волейбольной площадки – несложный процесс, который не требует больших вложений. Тем не менее, есть нюансы. Нельзя просто насыпать песок на площадку, иначе он будет разъезжаться. Выкапывается чаша глубиной около 1 метра. Сверху укладывается щебень крупной фракции, а на него геотекстиль. Следом идет слой песка около 40 сантиметров. Тут самое важное – это песок. Песок должен быть фракцией где-то 0,5 миллиметра. Если он будет крупный, то это будет некомфортно, если он будет мелкий, то он будет пылить, и он не должен иметь посторонних частиц. А остальные все, ну, стойка, как видите, сетка – это не так дорого, как это кажется. В ходе благоустройства территории озера Борового планируются открытие еще двух пляжных волейбольных площадок. Сейчас спортсмены беспокоены тем, что они видят. Волейболисты голосовали за собственный проект площадки, но в данный момент в проект заложены другие, упрощенные требования. Спортсмены готовы помочь, подсказать, где взять нужный песок, скорректировать техническое задание. Поэтому я призываю руководителя администрации обратиться к подрядчику, где-то как-то что-то решить и сделать качественные площадки, раз уж они это делают, чтобы потом не переделывать это. Я знаю, что в этом проекте очень много видеокамер, тротуаров, освещения. Ну, может быть, и не нужно столько видеокамер на Боровом, а может быть, просто вот сила сосредоточить на площадках. Как я уже рассказал, вложение там минимальное. Второй тур Кубка организации госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» по баскетболу 3х3 прошел на стадионе «Икар». Девять мужских и пять женских команд предприятий сражались за победу и путевку в финальный этап Кубка. Саров принимает Кубок организации госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3х3 «Оранжевый атом» уже не в первый раз. На стадионе «Икар» прошел второй тур соревнований. Первый тур состоялся в Обнинске. В Сарове за победу и путевку в финальный этап Кубка боролись девять мужских и пять женских коллективов предприятий «Росатома». Команды приехали из разных уголков страны. Многие спортсмены уже были в Сарове на соревнованиях. В Сарове я уже не первый и не второй раз. И многих я игроков знаю в лицо, знаю по именам. Очень дружеская атмосфера и всегда приятно с ними пообщаться, вновь увидеться. Стритбол – это такая быстрая игра, что комбинации здесь либо самые простые, либо надо очень чувствовать друг друга на площадке. Поэтому в основном все зависит, наверное, от мастерства самих игроков. Собственно, поэтому тренировки – это так больше физические, ну и индивидуальные. В прошлом году мы уже участвовали в данном турнире. Как раз-таки в отборочном этапе в прошлом году победили. Надеемся, что в этом году у нас пойдет по этому же сценарию. Мы встречались с городом Снежинск. Это очень сильная сборная, которая является, наверное, нашим конкурентом прямым. А сборная ИХП и вторая еще сборная, мы их видим впервые. Мы с ними не встречались. И о уровне их игры ничего пока сказать не можем. Будем смотреть матчи, которые они будут играть. Перерывы будем за ним следить обязательно. В рамках баскетбольного праздника, который проходил два дня, выступали диджеи. Были конкурсы с призами и подарками от партнеров. Кубок организации госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» запустили совместно с «Оно Атомспорт». В Сарове крепкие спортивные традиции. И баскетбольный турнир между предприятиями «Росатома» тоже становится одной из них. Приятно, что сегодня большое количество ребят из городов госкорпорации принимает участие. Достаточно много гостей в преддверии дня физкультурника, юбилея, 85 лет. И классная история, которая позволяет и нашим спортсменам свои силы померить, и горожанам посмотреть на такой быстро, динамично меняющийся и вовлекающий в себя вид спорта 3х3 баскетбол. Город Саров стал точкой притяжения уже третий год, а мы здесь проводим в великолепных условиях прекрасный турнир. Очень рад, что баскетбол, который придуман для студенчества, для людей с интеллектом, прижился в нашей госкорпорации, получил развитие. Сегодня с большим удовольствием все дивизионы играют. Атмосфера потрясающая, поэтому я хочу всех нас поздравить с большим, хорошим праздником, очередным праздником, потому что город Саров – это очень спортивный город. В рамках соревнований также прошли мастер-классы для юных баскетболистов Икара, а чемпиона Европы 2007 года Никита Маргунова и заслуженного тренера РСФСР и СССР, члена Зала славы Международной Федерации Баскетбола Евгения Гомельского. Я просто лишний раз убежден, какие есть красавцы города в нашей стране. И сегодня я получил с ростами удовольствие от музея ядерных урожений нашей страны, и от того, как город выглядит, какая площадка здесь, какой стадион. Баскетбольные команды, которые заняли первые и вторые места, получили путевки в Москву на финальный этап Кубка организации госкорпорации «Росатом». Воспитанница объединения шашки Дворца детского творчества София Дудник одержала победу на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. В классической программе Саровчанка обыграла всех соперниц и набрала максимально возможное количество очков. Увлечение шашками пришло к Софии Дудник не сразу. Раньше она любила просто играть дома с мамой. Тогда о золотых медалях и кубках никто и не думал. Все изменилось, когда мама привела девочку в Дворец детского творчества, в объединение шашки. Постоянные занятия с тренером, в том числе дистанционные, помогли Софии достичь высокого уровня игры и выступить на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие 114 спортсменов из 17 регионов. На таком уровне уже нет слабых соперников. Каждый оппонент силен по-своему. В Санкт-Петербурге были соревнования «Белые ночи». На них я заняла первое место и прошла весь турнир без потерь. Они мне понравились тем, что они позволяют сразиться с сильными соперниками и отдохнуть в таком красивом городе. Воспитанница тренера Олега Васенькина одержала победу в классической программе возрастной категории девушек до 11 лет. В молниеносной программе юная саровчанка проиграла всего один раз и завоевала серебро. В классической программе есть время подумать, просчитать все ходы на несколько шагов вперед и построить сложную комбинацию. А в молниеносной программе нет времени. Надо быстро анализировать позиции и быстро принимать решения. Такие соревнования дают игрокам хороший опыт спортивно-интеллектуальных сражений с сильными соперниками. Подсказывают направление развития в игровом искусстве. Саровских шашистов знают по всей России, от Удмуртии до Якутии. Но чтобы достичь успехов, необходимо быть усидчивым и внимательным, жертвовать личным временем. Так, после выполнения школьного домашнего задания, София сидит и решает шашечные комбинации. Это уже не первые всероссийские соревнования для саровчан. Я ездила в Ярославль на всероссийские соревнования в памяти гроссмейстера Скарабова. Там я играла в быстрой программе, где заняла второе место, и в молниеносной программе, где заняла первое место. В ближайших планах Софии поехать на всероссийские соревнования Волжские зори в Самаре, а также на первенство Приволжского федерального округа в Казани.